За Далматовский монастырь отдали свои голоса уже свыше 30 тысяч человек. Более 2000 голосов было набрано только за прошедшие сутки. Мы продолжаем встречаться с известными зауральцами, которые активно поддерживают проект «Россия-10». Проголосовать за зауральскую святыню призывает депутат Государственной Думы Александр Литяков. Мы выбираем святыни, мы выбираем памятники. То, что дорого каждому россиянину, каждому живущему в нашей стране человеку. В нашей Курганской области есть великолепная святыня. 17 века постройки. Это Далматовский святой монастырь. Призываю вас к тому, чтобы поддержали наш проект. К тому, чтобы проголосовали очередной раз, не поленились, а именно отдали свой голос всем мира за нашу великолепную святыню. Известный российский писатель и публицист, член правления Союза писателей России Виктор Потанин также радеет за сохранение и восстановление уникального ансамбля Далматовского монастыря. Я думаю, что я и многие мои сверстники еще доживут до того счастливого дня, когда монастырь будет восстановлен полностью. И красота эта засияет над всей Сибирью, над Уралом и над всей Россией. Я призываю моих земляков-зауральцев поучаствовать в голосовании. Я думаю, что наше слово, наше мнение, наше убеждение может сыграть в этом голосовании решающую роль. Первый этап конкурса «Россия-10» завершится 29 июня. Ежедневно на сайте 10Russia.ru с одного компьютера можно проголосовать три раза. Продолжение следует...